За всю историю кинематографа было снято просто огромное количество фильмов, и как минимум больше пяти. И неважно, какого они жанра, длины или формата, они все заканчиваются одинаково. И вы задаетесь вопросом, как вообще такое возможно? Так вот, все на самом деле очень просто. Концовок существует четыре типа, и я расскажу о каждой из них. И это вам поможет лучше разбираться в кино, и возможно, даже побудет вас написать свое произведение. Но для начала давайте вообще разберемся, от чего получается концовка. Нет, это не просто последняя минута фильма, а закономерный результат действий главного героя, который формируется из его целей и нужд. Цель — это внешнее желание человека, то, что он может пощупать, будь то деньги или же женщины. А также любые достижения, как благородные, так и сугубо личные. Я хочу быть правителем всей империи. Твоя мечта — дерьмо! Но эти хотелки появляются не на ровном месте, им способствуют нужды. Это внутренняя нехватка чего-то, что подталкивает персонажа к действиям. Он может и не догадываться о том, что внутри него чего-то не хватает. Но мы, как зрители, это понимаем и чувствуем. Да и тем более нам сценарист и режиссер об этом дает явно понять. Потому что нужды должны затрагивать что-то фундаментальное для каждого из нас. Любовь, дружбу, заботу, поддержку. И как раз в зависимости от того, что получит главный герой в финале, у нас будут разные по эмоциональному тону концовки. Так давайте же пройдемся по ним по порядку. От самых приятных до самых удручающих. Сладенькая концовка. Она же хэппи-энд. В этой категории у персонажа получается достичь как свою цель, так и свою нужду. Такие финалы по понятным причинам ощущаются максимально радостно. Вот вам прекрасный пример из «Назад в будущее». Марти Макфлай в начале фильма хочет играть на публике. Это показывается в первые же минуты фильма, а также в эпизоде с прослушиванием. К этим хотелкам приписывается и другое желание Марти – купить себе крутую и большую тачку. Когда-нибудь, Дженнифер. Когда-нибудь. Все эти желания появились не просто так, а за счет нужды Марти в самоуверенности. Потому что он растет в среде, где все члены его семьи неудачники. Но цели – это вещи динамичные, поэтому они могут меняться или надстраиваться по ходу сюжета. Новая цель Марти появляется где-то в середине фильма, когда ему 100% нужно решать текущую проблему, чтобы выжить, а уже потом возвращаться к своим мирским хотелкам. Теперь нужда и цель Марти тесно связаны друг с другом. Потому что если Марти сможет помочь отцу стать смелее, это отразится и на его самоуверенности тоже. И как вы знаете, у Марти это отлично получается. Поэтому в эпизоде, где его родители воссоединяются, Марти также выпадает шанс выступить на сцене перед публикой, которая его принимает. А в самом-самом конце фильма ему также еще и дарят машину, о которой он говорил в самом начале. Хороший финал выстраивается еще с первых страниц истории. Но помните, что мало просто награждать героя подарками. Его путь к цели должен быть опасным, трудным и нестандартным, чтобы мы видели, что герой заслуживает награду и изменения. А на это влияет персонажная арка. Тоже немаловажная часть драматургии. И если вы хотите, чтобы я рассказал про нее поподробнее, то подписывайтесь на канал и я выложу новый ролик. А пока что... Полусладкий конец, когда персонаж достигает своей нужды, но не цели. Такой конец передает очень трогательные ощущения, даже при неполном успехе нашего героя. Но мы все равно радуемся тому, что он получил. Для примера давайте возьмем Чарли Бэббета из фильма «Человек дождя». Герой Тома Круза самовлюбленный урод, которым движут только деньги. Это его ложная нужда. И чтобы персонаж достиг своей цели, ему нужно принять истинную нужду. Чарли всю свою взрослую жизнь посвятил фарму бабок, потому что хотел подавить эмоциональный упадок из-за плохих отношений с отцом. Когда нам сообщают о его смерти, мы видим, как Чарли холодно и раздраженно на это отвечает. В фигуре отца также прослеживается и призрак прошлого Чарли, который преследует героя и никак не оставит его в покое. Но только сразившись с этими призраками, наш герой сможет получить позитивное изменение. Но как же это прописывается в истории? По сюжету целью Чарли являются деньги, которые он хочет получить по наследству от своего отца. К несчастью, деньги по наследству переходят к его брату, Реймонду, у которого есть некие отклонения. Поэтому у Чарли появляется новый слой желаний. Теперь он хочет стать опекуном Реймонда, чтобы самому начать распоряжаться его средствами. Но Реймонд по ходу истории станет очень влиятельным для Чарли персонажем, который побудет его к положительному изменению. Почти в самом конце Чарли принимает, что Реймонд это последнее воспоминание Чарли о беззаботном и счастливом детстве. В этот момент герой берется за свою истинную нужду и понимает, что ему нужна семья, а не деньги. Так как нужда и цель это два очень тесно связанных понятия, когда меняется нужда, меняется и цель героя. Приняв истинную нужду, Чарли теперь хочет жить и заботиться о своем брате. Но по сюжету наш герой не способен этим заниматься, и у него забирают Реймонда. Как бы сильно он ни старался, с братом ему не суждено жить. Поэтому он принимает свой проигрыш и отпускает брата. В итоге нужда Чарли реализовалась. Он нашел свое семейное благополучие. Но вот цель Чарли остаться с братом не реализована. Поэтому мы ощущаем горький осадок в этой истории. Но что происходит, когда герой достигает то, чего хотел, но не то, что ему нужно было? Получается горько-сладкий финал. Он уже ощущается негативно. Как будто персонаж явно сделал неправильный выбор и изменился в худшую сторону. Это отлично видно в фильме Дэвида Финчера «Социальная сеть». О Финчере, кстати, я готовлю отдельный ролик в категории «Раскладываю по полочкам». Поэтому проявите активность в комментариях и напишите, какой ваш любимый фильм Дэвида Финчера, чтобы я был готов. В этом фильме Марк Цукерберг верит, что самое главное в жизни – это социальный статус. Поэтому его изначальная цель – это поступление в студенческий клуб. Авторы нам явно дают понять, что его ложной нуждой является успех. Но от его девушка, в противовес, называет его козлом и говорит, что он явно идет по скользкой дорожке. Такие четкие и ясные критерии хорошо знакомят нас с героем и задают главный вопрос на весь фильм. Останется ли Марк козлом или все-таки сможет стать хорошим человеком? Продолжая верить в свою правду, герой приходит к первой цели – студенческому клубу. Но так как его желание самоутвердиться еще не удовлетворено, теперь он хочет стать автором самого элитного интернет-клуба. Соответственно, появляется новая цель. И так как Марком движут ложные и плохие нужды, он решает кинуть своих коллег и забрать весь сайт себе. После этого в сюжете опять появляется девушка Марка, которая является противовесом его персонажу. Герой все еще отталкивает ее правду и остается верен своим темным начинанием. Поэтому он находит в себе единомышленника, который также грязными способами добивается успеха. Как и девушка Марка, его друг Эдуарда олицетворяет правду, которую герой должен принять, чтобы стать лучше. Он как раз-таки единственное светлое пятно, которое продолжает оставаться в жизни Марка и которым герой решает пожертвовать, чтобы окончательно завершить свое падение. Поэтому по пути к достижению своей главной цели он разрушил свою истинную нужду по достижению важных и личных связей, а не бесчувственного успеха. В конце фильма он понимает, что элитный статус не гарантирует внутреннее счастье. От такого вывода мы испытываем в первую очередь горечь, потому что даже поняв хороший посыл от ценности дружбы, мы видим, каким плачевным последствиям это приводит героя. И последнее, что у нас осталось, это горький финал. Он тесно связан с аркой разложения, когда герой намеренно выбирает темную сторону для решения своих конфликтов. Самый классический пример это Крестный Отец. Нас знакомят с Майклом Карлеоне, сыном босса итальянской мафии. Он четко дает нам понять, что не поддерживает семью в криминальных начинаниях и хочет прожить обычную мирную жизнь со своей новой женой. Для того, чтобы мир героя не менялся слишком сумбурно, мы должны вместе с ним изначально понимать, против чего он выступает и в какую среду может попасть. Как бы сильно Майкл не нуждался в своей жизни с женой, сюжетные события заставляют его действовать иначе. Конечно же, он не становится криминальным авторитетом сразу же, но он начинает принимать в сторону отца и использовать грубую силу, чтобы защитить свою семью. Теперь это становится его новой целью, и мы знаем, что его путь ложный, а желание жить обычной жизнью становится его нуждой. И после переступления черты, герой начинает все больше и больше погружаться в темноту. Все персонажи по ходу сюжета будут отговаривать Майкла участвовать в криминальных разборках, но он будет продолжать погружать свои руки в кровь. Это приведет к перечеркиванию истинной нужды и погрузит его в бесконечный круговорот криминальных заварушек. Это самый темный финал из всех допустимых, потому что ни первоначальная цель героя, ни истинная нужда не были реализованы. И напоследок, я бы хотел с вами поговорить о пятом, неком скрытом типе концовок. Когда вы знаете базу и инструментарий, пробуйте нарушать правила. В своем разборе всех фильмов Квентина Тарантино, я пообещал рассказать о том, почему концовка «Однажды в Голливуде» такая нестандартная. Поэтому предлагаю игру. Я буду рассказывать о том, что происходит с персонажем Рика Далтона, а вы попробуйте угадать, какой тип концовок подходит его персонажу. Наш герой Рик Далтон работает актером в Голливуде. У него не самые первоклассные роли, но тем не менее ему нравятся те персонажи, которых он играет. К несчастью, прогресс и мода не стоят на месте. Поэтому у Рика все меньше и меньше хороших ролей, а сам он страдает от алкоголизма и одиночества. Соответственно, у него появляется цель остаться работать в Голливуде на хороших позициях и заполучить роль, которая сможет возобновить его карьеру. Эта цель подкрепляется конкретной нуждой. Рик Далтон не хочет быть одиноким. Ему нужна поддержка и чья-то любовь. Он верит, что эта поддержка и любовь исходит от аудитории и зрителей. Но по ходу сюжета он понимает, что самый главный человек, который его поддерживает и прикрывает, это Клифф Бут, его каскадер и лучший друг. Когда Клифф Бут в конце фильма спасает Рика Далтона от безумных хиппи, он понимает то, что его истинная нужда в семье, которую он заполучает в лице Клиффа Бута и своих соседей-актеров. Также он достигает и свою цель. Его карьера получает новый виток, и он знакомится с Шерон Тейт, женой Романа Полански, который может предложить ему крутую перспективную работу. И казалось бы, у нас здесь чистый хэппи-энд. Герой смог достигнуть своей цели и нужды. Но почему-то в фильме мы испытываем невероятную грусть. Все потому, что Тарантино заигрывает с нашими ожиданиями. Мы знаем, что в реальности Шерон Тейт умерла. И когда мы видим, как персонаж увидел в лице Шерон Тейт свое счастье и будущие перспективы для карьеры, и эта идеалистическая картинка разрушается о жестокую реальность, мы испытываем неподдельную горечь, которая не была бы настолько же сильной, если бы Тарантино решил написать просто «Горький конец» или же «Горько-сладкий». Поэтому еще раз изучайте основы драматургии для того, чтобы понимать, что происходит в фильме и почему вы чувствуете то, что чувствуете. А если вы писатель, то опирайтесь на эти знания, чтобы создавать что-то новое и удивительное. Спасибо вам большое, что досмотрели ролик до конца. Видимо, вам нравится то, что я делаю. Поэтому предлагаю посмотреть еще один ролик про арки персонажей.